Каждая клетка таблицы размером 5 на 41, белая или черная. Докажите, что можно выбрать 3 строки и 3 столбца на всех 9 пересечениях которых один и тот же цвет. Есть табличка размером 5 на 41. Каждая клетка, или белая или черная, докажите, что можно отметить 3 строки и отметить 3 столбца таким образом, чтобы все 9 пересечений были бы одного цвета. То есть или все 9 белых, или все 9 черных. Какие условия на черные и белые? Никакие. Это на угольчике? Да. Сосором? Да. Четыре варианта. Белый-белый, черный-черный, белый-черный, черный-белый. Да, конечно. И что? И если мы, например, высоко, например, 5, то у нас в любом случае будет идти повторяющую клетку по вертикали. Замечает ли что? Нам нужны три горизонтали и три вертикали. Или три черных, или три белых. Да, обязательно. Но мы не знаем, что, а главное не знаем, в каких позициях. Попытка решила быть вот как. Господа, понятно, что мы можем переставлять совершенно спокойно, строчные, 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 строчные. От этого ничего не меняется. Замечательно. В верхней строке у нас или 20 белых, или больше, или 20 черных. Отлично. Мы можем взять и выстроить столбцы так, чтобы вот эти 20 ставили одного цвета. Дальше идет что? Может быть, там есть белые, может быть, где-то есть черные, нет, не знаю. Но вот эти 20 цветов, после этого мы можем сделать, чтобы было одного и того же цвета 10 штук в следующей строке. После этого можно сделать 5 штук в следующей строке. Правда, ну, общая, да? Да, может, получается, что это доказано, Кирилл. Нет, что такое доказано? Пока ничего еще не особо не доказано. Пока еще особо ничего не доказано. Если они все были одного цвета, то мы бы уже решили задачу. Потому что вот они, 3 строки, и 3 столбцы. Во-первых, все, ну, в одном цвете. Значит, не будут ни одного и того же цвета. Ну, как это может быть, например? Например, можно считать, что это белый цвет. Это тоже белый, а это уже черный. Или другой вариант, скажем. Это белый, а это черный, это черный, да? Проблема вот такая. Дальше мы, конечно, можем взять, чтобы они были 3 тоже одного цвета. Ребята, ну, какие тут варианты? Ну, например, возможно, что B, B, C, C. Или B, C, C, B. И решение не получается. Потому что представьте себе, вот у него 20 белых, вот эти 10 черных, эти 5 черных, и эти 3 белых. Ну, замечательно. Я просто возьму 3 на 3, чтобы была одноцветная таблица. Это непонятно. Кто-нибудь не знает, сколько в принципе существует способ выкрасить столбец из 5 клеточек белый и черный цвета? В 5 клеток? 2 в 5. 2 в 5. Первый линии белый или черный? Второй линии белый или черный? Третий линии белый или черный? Раз, два в 5. Два в 5 степени. Ну, ребята, 2 в 5 степени это 32. Поэтому какое-то продвижение в задаче у меня, господа, уже есть. Я доказал, что какие-то два столбца таблицы обязательно совпадают. 41 больше, чем 32. Какие-то два столбца обязательно совпадут. Проблема только в том, что если они совпадут, еще не очень понятно, что из этого следует. Вот представьте себе, у вас самая наша таблица, и давайте эти два столбца быстро здесь. Ну, например, белая леточка, белая, белая. Непонятно. Мы можем в первой строке, двигая столбцы, сделать так, чтобы сначала вышли подряд белые, потом подряд черные. Да, конечно. После этого, двигая опять же столбцы, мы можем сделать второе, чтобы сначала белые, черные, белые, черные. Да, конечно. И так далее. Что такое и так далее? Сколько раз это придется делать? Ну, пять строк. И каждый раз? 32. Ну, каждый раз есть жесткие границы. Да, конечно. Да, конечно. И они делаются с балансом. Идея разбить все по типам следочек. Да. Да, хорошо, разбил. Ну, заметим, что это может быть при помощи столбцов. Ну, потому что... Хорошо, хорошо. Дальше что? Это типичная, альбертная задача. У нее несложное решение, но до него мы его начали с того, что посмотрим, какого типа бывают столбцы. Все столбцы. Столбец из пяти клеточек, два в пятой степени, тридцать в две раскраски. Альбертная задача попытается чуть-чуть тоньше. Посмотрим не на весь столбец, а только на верхние три его клетки. Какого типа бывают верхние три клетки? То есть, пока... Один из восьми. Да, именно. Восемь вариантов, совершенно верно. Всего у нас здесь 41 столбец, и здесь 5. Если мы посмотрим в точности первые три строки, то понятно, что варианты будет восемь. Начинает БББ, закачка ЧИКИЧИ. И значит, поскольку 41 разделить на 8, это больше, чем 5, найдутся 6 столбцов. Можно считать, что это первые 6 столбцов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В которых эти наши строки абсолютно одинаковы. Заметьте, что если они будут все белые или все черные, то уже все. Это решение есть. Значит, будут присутствовать оба цвета. Ну, можно спокойно считать, переставляя строчки и меняя цвета, в случае чего. Что вот эти вот все белые, вот эти вот все белые, под ними все черные. Так они абсолютно совпадают. Смотрите, Костя Сеевич, это же решение. Они абсолютно совпадают. Да. А если хоть какого-то цвета будет три штуки из этих шести, то уже найдется решение. Нет, 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 секунду. Давайте подумаем, что такое какого-то цвета. С черным пока проблема. Да нет, мы, смотрите, вот в этой части, вот в этом прямоугольнике 6 на 3, которые мы получили с двигом, они абсолютно совпадают. Кто они? Строечки. Нет, здесь они вот так спадают. Белые, белые, черные. Да, конечно. Теперь вопрос, что здесь будет. Если здесь где-нибудь встретятся три белых, то все, уже белый получился. Значит, вот в такой штуке белых не больше, чем две. Да. Вот минимум четыре штуки черных. Пожалуйста, я это решу. Черных минимум четыре штуки. А раз их минимум четыре штуки, значит, здесь белых минимум сколько? Три. Минимум две. Потому что если белая была только одна, то получилось. Значит, у нас здесь минимум две белых. А значит, все остальные черные. Значит, у нас здесь все остальные черные. И вот еще одна немножко тоже ББ. Так, ББ. Да, и вот здесь вот у нас ББ. И вот здесь вот у нас ББ. Ребята, заметьте, почти получилось. То есть вот он неприятный пример, но с другой стороны почти получилось. Думайте. Дальше. Ну, если бы вы не знаете, что переносите, что вы не знаете, что переносите? Где бы это? Ну, хоть что переносите, но вот здесь вот таблички три на три очевидно нет. Правда? Вы понимаете? Нет. Другое дело, что кроме этих шести столбцов там есть еще 35 штук. Это правда. Но вот решение не получилось. Ну, почти получилось. Единственная картинка, которая на своей четвертой табличке была из 41 столбцов. Интересно, а почему-то мы решили, что найдутся обязательно 20 одного цвета. 21. 21. На самом деле, в задаче нам позволили написать здесь даже 21. 11. Здесь на самом деле 11 одного цвета обязательно найдутся. Здесь найдутся сколько? 6. 3. А здесь найдутся 3. Вот дальше действительно беда, потому что дальше одного цвета найдутся всего лишь 2. Теперь смотрите. Сколько у нас строчек? 5 штук. Если бы были 3 строчки одного цвета вот здесь, то понятно, что мы бы уже победили. Потому что внутри вот таких вот одноцветных, да, одного цвета. Значит, неприятность состоит в том, что здесь будет одного и того же цвета. Такая ситуация, скажем, вот эти вот две одного цвета. Например, эти шесть одного цвета и вот эти вот 21 одного цвета, да? Такая неприятность возможна. Или, скажем, возможность такая. Скажем, 2, 3, 2, 3, 6 тоже одного цвета. Но, смотрите, все-таки это нам что-то дает. Это какое-то довольно большое количество одноцветных нам дает. А как вы можете насильно поставить туда число 30? Ведь если у нас есть 41 клеточка, то среди них есть 21 одного цвета обязательно, а скажем, 31 одного цвета уже можете не быть себе чуть-чуть точнее проводить оценку. Итак, смотрим на верхние две строчки. И смотрим на всевозможные столбцы, из которых они состоят. Сколько вариантов для столбца из трех клеток? Восемь. Восемь. Восемь вариантов. Как дальше мы рассуждали? Сорок один делили на восемь. Рассуждали? Повторяю. Мы с вами уже предали, что мы рассмотрели 41 делили на восемь и получали сколько одинаковых таких вариантов? Шесть. Шесть. И у нас чуть-чуть не получалось. Правильно? А если у нас чуть-чуть не получалось, давайте это что называется дожмем. А давайте скажем так. Среди этих восьми вариантов есть такая замечательная штука. Есть вариант БББ. Скажите, пожалуйста, сколько максимум столбцов БББ может быть? Два. Два. Не больше, чем два таких столбца. Отлично. А вариантов че-че-че максимум сколько? Тоже два. Тоже не больше, чем два. Ребята, давайте эти варианты отбросим. У нас останется 37 или больше вариантов. Так, а сколько у нас столбиков осталось? Шесть. Шесть. Совершенно верно. Шесть. Так вот, 37 разделить на шесть. Получится больше шести. Больше шести. Значит, обязательно найдутся... Смотрите, кто найдутся. Не шесть, а семь столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь столбиков. Так, эти я не знаю. Они могут быть есть, могут быть нет. Но семь строго одинаковых столбиков найдутся. Согласны? Семь бэшек, семь бэшек, семь. Теперь вопрос. Как они могут выглядеть? Если они все белые или они все черные, то уже решили задачу. Значит, можно считать, что какие-то у нас семь бэ, какие-то семь чэ, ну и, например, эти тоже чэ. Это можно цвет белый-черный поменять, строки можно между собой поменять. Замечательно, ребята. Что у нас теперь? У нас теперь, вот здесь вот черные в количестве, в большом, да? Если в среде клетчат вот этой строки у нас будут три черных, то задача уже решена. Значит, черных здесь не больше, чем две. А значит, белых минимум сколько? Семь. Минимум пять. Замечательно. И в следующей строке черных не больше, чем две. Значит, белых минимум пять. Ну, здесь минимум пять, а пересечение минимум из трех. Ну, вот и все. Эти три, эти три и эти три. Давайте я еще раз в два слова перескором решу. Мы посмотрели здесь на первые три строчки. И дальше сказали, что вариантов для столбца и стрелок клеток всего от вариантов восемь. Если просто разделить 41 на 8, то чуть-чуть не получается. Значит, имело смысл посмотреть, а все ли столбцы и стрелок клеток одинаково хороши. Оказывается, нет. Есть случаи, когда для столбца очевидно, что таких столбцов много не бывает. А именно, столбец БББ не может быть более, чем двух экземпляров. И столбец ЧЧЧ то же самое не может быть более, чем двух экземпляров. Замечательно. Выписано. Останется минимум 37 столбцов. Так? Значит, какой-то из них повторится более 6 раз. Потому что 37 раз делить на 6 больше 6. Вот он повторился у нас 7 раз. И дальше все получилось. Продолжение следует...